Это игровая, да. Тоже мебель вся заряжена. Экскурсию для главы региона Николая Любимова проводит заведующий детским садом номер 131. Она показывает все помещения в новой пристройке. Медицинский кабинет, буфет, спальню, игровую и другие. Осматривают пристройку как внутри, так и снаружи. Стоит такая 62,5 миллиона рублей и рассчитана на 60 мест. 1 сентября она распахнет свои двери. По сути, здесь осталось только мебель расставить. Этот процесс помогает именно в тех районах города, другого населенного пункта в нашей области. Именно там, где это необходимо, дать новые места для детей. Потому что, чего греха таить, участков земельных, свободных, особенно которые находятся в публичной собственности, их практически не осталось. И вот за счет того, что мы строим пристройки, мы позволяем сюда привезти на треть больше детишек, даже тем, чем их было в этом детском садике ранее. А это уже другой детский сад. Номер 7. Пристройка здесь тоже новая. О ней местные жители мечтали давно. Район Дашковой песочни разрастается, и детям нужны места. Теперь они точно будут. Это страна. У нас будет называться городская среда. То есть здесь будут все панели абсолютно починены городской среде. Всего в этом году в городе появится рекордное количество ясельных мест – 900. За три года нацпроекта в регионе построено 25 яслей. Большая часть – в самой Рязани – 21. Дальше – больше. Места, где ясли нужны, известны. Поэтому работа будет продолжена. Главное – реализовать все в срок. А за этим нужен контроль. Как родительский, так и депутатский. А для того, чтобы, собственно говоря, такой контроль осуществлялся, ну, фактически в ежедневном режиме, это депутатский контроль обязательно, потому что депутаты со своими жителями общаются, ну, чаще всех. Соответственно, со своими избирателями они могут сигнализировать при обнаружении любого какого-то нарушения, любых несоответствий и доносить это до тех, от кого зависит от принятия решения. В том числе и, кстати, до правоохранительных органов. Поэтому депутатский, родительский в данном случае контроль – это очень важно. Сейчас заканчивается прием документов и в Ясли, и в школы. Тревожных сообщений о нехватке мест пока не поступало, отмечает Николай Любимов. Губернаторам поставлена четкая задача – темп сохранить, а сами школы и детские сады не должны медлить с открытием. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.